Приветствую подписчиков 4-летнего путешествия, с вами Боб Лукас, 7 сентября 2023, записывающий это видео со станции номер 3 города Нью-Йорк. Надеюсь, у вас все хорошо, а это очередной выпуск 4-летнего путешествия. И сегодня у меня есть много чего вам рассказать, но в основном я хочу поговорить о встречных ветрах в краткосрочной перспективе. О этих встречных ветрах, которые, я думаю, возможно продлятся немного дольше. Мы наблюдаем действительно первый страшный момент внутри 4-летнего цикла. Если вы посмотрите на все предыдущие циклы за историю биткоина, то поймете, что эти страхи относятся к тому, что необходимо принять, отреагировав определенным образом, а также приготовиться к тому, как реагировать в различных условиях рынка, ожидая и обсуждая возможность появления левостороннего и правостороннего варианта. Но что еще более важно, это тональности путешествия внутри 4-летнего цикла. Мы должны сосредоточиться на долгосрочной перспективе, понимать, изменилось ли долгосрочное представление, оказались ли мы заложниками краткосрочной ситуации и ценового движения в краткосрочной перспективе, отвлекшего нас от видения долгосрочной картины, которая отлично отрабатывала все последнее время. Поэтому темы, о которых хочу обсудить, конечно же, включают приближающийся халвинг, который, как я считаю, не влияет напрямую на настрой в целом, а также действия ФРС, которые, скорее всего, в 2024-м будет гораздо более любезной и обеспечивать для всего рынка в целом попутный ветер. А также, конечно же, недавние новости о биткоин-ИТФ, вероятность одобрения которых, на мой взгляд, является самой большой за всю историю. Я думаю, что в настоящий момент это, конечно, больше вопрос случая. Не обязательно этот год, даже может быть и не следующий год, но я полагаю, что мы приблизились еще на один шаг к тому, чтобы это стало реальностью. Я думаю, что это станет огромным локомотивом для текущего четырехлетнего цикла. Так что давайте начнем, и спасибо, что присоединились. А начнем мы с того, что посмотрим на месячный таймфрейм. Вообще, это хорошая практика начать с того, чтобы посмотреть на месячный таймфрейм. Он обеспечивает лучшую и более ясную крупную картину, в которой одно бросается в глаза и становится очевидным, что четырехлетний прошлый цикл закончился. Вот здесь, в ноябре, на месячной свече под номером 49. Поэтому, на мой взгляд, не осталось никаких сомнений, что вот этот является новым четырехлетним циклом, а предыдущие циклы, в эволюции биткоина, говорят нам о том, что да, прибыли сокращаются по мере роста капитализации рынка для биткоина. При этом каждый из циклов являлся развернутым в правую сторону, обеспечивая намного более значительные прибыли в сравнении с предыдущими циклами. И это продолжается. Так что первое, что мы должны сказать, что у нас нет никаких доказательств, что биткоин не продолжит этот тренд. Он все еще находится в очень выраженном, долгосрочном, восходящем тренде бычьего рынка, который три раза нарушался медвежьими нисходящими трендами, снова возвращаясь к этому среднему восходящему уровню, этому среднему уровню, который буквально стер весь излишний настрой, который создавал и укреплял эту разрушительную силу медвежьего рынка для подготовки начала следующего бычьего рынка. И выводы, которые я здесь могу сделать, да, у нас есть хорошее уверенное дно, но в отличие от предыдущих циклов, мы не достигли чрезмерных уровней настроения. Ситуация более походила на довольно уверенно контролируемую. А в этой ранней части цикла происходил довольно упорядоченный и системный рост. И с точки зрения структуры, по крайней мере на месячном графике, мы все еще находимся на этом уровне 10-месячного скользящего среднего, которое, конечно же, растет в этом четырехлетнем цикле, в этом бычьем рынке. Так что могу сказать, что, конечно же, мы с вами находимся в зрелом бычьем рынке, а также в циклическом бычьем рынке, что означает наше нахождение в ранней стадии четырехлетнего цикла, то есть в восходящей его части. Однако встречные ветра, о которых я говорил в начале этого видео, действительно проявляют себя вот здесь, на недельном графике. Этот график показывает нам структурные нарушения. И, как видите, впервые с момента образования дна четырехлетнего цикла, которые образовались вот здесь, в ноябре, после чего у нас начался взлет в декабре, до самого верха в апреле, после чего начался спад на недельном цикле, цикль, длина которого соответствует примерно 26 недель. С этой точки зрения новый цикл сделал хорошее быстрое движение до вершин 2023-го, проведя 3-4 недели в попытках достичь этого уровня, в итоге потерпев крах в попытках пробиться наверх. И вот эта структура, этот разворот 10-недельного скользящего среднего, а также 60-дневный цикл, представленный данными зелеными стрелками, не смог продолжить свое доминирующее развитие, образовывая вот эти восходящие верха и восходящие низы. В итоге мы застопорились в тот момент, когда, на мой взгляд, рынок не должен был остановиться, если это все-таки был бычий восходящий тренд в очень краткосрочной или среднесрочной перспективе. И под этим, если более конкретно, я имею в виду судебное решение между Грейскейл и СЕК, недавно опубликованное. Это решение должно стать экстремально бычьим сигналом для цены. И, конечно же, у нас образовался этот однодневный всплеск цены, затем он вернулся обратно, а рынок себя повел совсем нелогично. Таким образом, в настоящий момент, с точки зрения недельного графика, рынок находится вблизи очень ключевого уровня поддержки, который в настоящий момент, глядя на данный график, выглядит последним рубежом, который, если будет преодолен, то мы пойдем ниже. Я думаю, что в следующие 3-4 месяца ситуация выглядит более вероятной, что мы пойдем ниже ключевого уровня поддержки, сформированного в июне, и продолжим движение вниз в сторону уровней, которые мы наблюдали ранее на восходящей части цикла. Я обращаю на это внимание по причине того, что мы сейчас испытываем встречные ветра, и настрой отражает данные движения цены. На самом деле, как я говорил уже ранее, в этот момент уровень рынка должен быть гораздо выше, если бы не решение по делу SEC против Grayscale. Таким образом, то, что важно понять с точки зрения 4-х летних циклов, заключается в следующем. Если вы принимаете вызов не заниматься ежедневной корректировкой вашего портфеля, или еженедельной, или даже ежемесячной, реагируя на краткосрочные или среднесрочные события, то вам необходимо сосредоточиться на неосуществлении этих действий вашего портфеля на ранней стадии бычьего рынка. Даже с учетом того, что мы понимаем о возможности наличия моментов страха, и что биткоин легко может упасть ниже к концу текущего года, к завершению следующего недельного цикла. Ведь он легко может упасть до уровня 21 500, а возможно даже и до 19 000, что вовсе не обязательно ставит перед нами вопрос того, того, что конец данного года, или годового цикла, полным ходом опустится до начальной точки, в которой начался этот бычий рынок. Да, такая возможность есть, но это не гарантия и тем более не предсказание. И если мы о биткоине знаем все, полностью его историю, то понимаем, что он стремится делать то, что большинство людей от него совершенно не ожидают. И прямо сейчас похоже на то, что ожиданием является достижение вершины в этом году. При этом мы направляемся гораздо ниже. И я не собираюсь с этим спорить. Я думаю, что данный график нам говорит, что у нас был отличный старт снизу, у нас была отличная отправная точка, у нас образовалось подтверждение начала нового четырехлетнего цикла и бычьего рынка. И я думаю, что любой, кто считает то, что мы находимся по-прежнему в каком-то виде затянувшегося медвежьего рынка, а это лишь короткое ралли. На мой взгляд, заблуждается. По крайней мере, это моя позиция с точки зрения четырехлетнего цикла. Но это не убирает возможность, или не исключает ее полностью, что во время начальной стадии четырехлетнего цикла, формирующейся в первом году, движение в противоположную сторону, это продолжающееся движение вниз, называйте как хотите, этот спуск в направлении ключевых уровней, которые мы видели в прошлом году, перед тем, как медвежь и рынок закончился, все это остается возможным. При этом одновременно вся суть путешествия по четырехлетнему циклу заключается в том, чтобы не пытаться реагировать на такие движения, потому что, повторюсь, часто они полны сюрпризов, двигаясь в противоположном направлении ваших ожиданий и открытых позиций. Поэтому, если вы пытаетесь обуздать такие движения, входя в роль трейдера по резким движениям, то вы отходите от цели четырехлетнего путешествия, целью которого является поймать основное тело движения четырехлетнего цикла, которое обычно является трехлетней восходящей частью четырехлетнего цикла. И ключевым успехом реализации данной стратегии является вход, расположенный как можно ближе к нижнему уровню медвежьего рынка. И, конечно же, выход, расположенный как можно ближе к вершине четырехлетнего цикла. Мы это, конечно же, сделали в прошлом цикле 2018-го, и у нас это довольно хорошо снова получилось здесь, на уровне 17 тысяч в данном цикле. Поэтому, как только у вас получится открыть эту раннюю позицию в четырехлетнем цикле, вашей целью становится игнорирование шума, игнорирование СНС и радоваться тому, что мы уже поднялись выше 50% от текущего уровня в отношении этого низа. И мы не можем, или, по крайней мере, не собираемся выделять наше время ни для такой стратегии, ни для своего рода попыток поймать такую высокую волатильность такого актива, как биткоин. Вы должны принять 20, 30 и даже 40% падения, которые образовываются с завидным постоянством внутри четырехлетнего цикла биткоина. В большинстве циклов будет примерно 8 периодов крупных распродаж, откатов вниз до 30% в среднем, сокращений цены. И если вы способны трейдить такие движения, то вы не следуете идее четырехлетнего цикла. Вы идете по своей стратегии, стратегии активного трейдинга. И это замечательно, я думаю, что большинство людей могут это делать. Но для большинства, кто хотят оседлать цикл, избегая головных болей и моментов оказаться пойманными, необходимо принять то, что с точки зрения долгосрока действительно ли что-то поменялось? Поменялась ли долгосрочная философия биткоина? Наблюдали ли мы что-нибудь за последние шесть месяцев? С точки зрения развития событий, ключевой сути, законодательства? Или с точки зрения распространения технологии? Или такого, чтобы нам сказала, что с точки зрения долгосрочного взгляда на четырехлетний цикл, что-то изменилось? И ответ, по крайней мере для меня, очень прост. Нет, не поменялось. Не изменилось ничего, чтобы могло повлиять, на мой взгляд, относительно долгосрочной жизнеспособности и долгосрочного понимания этого уверенного бычьего рынка. Поэтому, когда я это выделяю в своей точке зрения и осознаю, что инвестирую в долгосрок, при этом не думаю, что произошли хоть какие-то реальные изменения в долгосрочном понимании биткоина. И это дает мне еще больше уверенности, понимания того, почему я инвестировал в рынок спот в долгосрочную перспективу. При этом, конечно же, краткосрочные истории очень важны для трейдеров, для активных инвесторов, для очень активных инвесторов. А для долгосрочников, таких как вы и я, в периоде четырех лет являются бесполезными. Это всего лишь шум. И важно понимать, что данный шум и то, что мы с вами наблюдаем в социальных медиа, не влияют. Для долгосрочных позиций это происходит чрезмерно часто. Я наблюдаю за таким количеством комментариев и вопросов, хотя их авторы следуют за долгосрочной стратегией, но по каким-то причинам оказываются в ловушке дневных и недельных ситуаций. Они оказываются заложниками новостей, следуя за кем-то, сказавшим что-то, что звучит крайне помедвежье. В итоге они решают, и довольно часто, продать свои позиции, обычно в неправильное время, после того, как происходит значительное движение вниз. Потому что они испугались. Они испугались того, что будет еще большее движение. И обычно в этот момент рынок разворачивается. И, конечно же, мы это наблюдали за последние годы, это происходило со многими. Поэтому наша задача — осознать то, что нам необходимо смотреть шире, обладать терпением и обладать дисциплиной, для того, чтобы удержать наши позиции, так как мы зашли довольно рано. И при необходимости использовать эти встречные ветра, эти движения вниз, эти страшные моменты, для того, чтобы, возможно, добавить даже большее. Использовать ситуацию, если у вас есть еще сохраненные средства, то вы, возможно, сможете использовать данные моменты времени для того, чтобы добавить к своим позициям. Эти 30% падения, эти мини-панические периоды, как моменты для возможности. Вы их терпеливо ждете, и определенно не собираетесь продавать в эти времена. Вы зашли рано, и вам нужно держаться. Еще одна вещь, которую я много раз упоминал в большинстве своих видео, что очень важен размер позиции. Я знаю, что чем больше позиция, тем больше, вероятно, вы можете заработать, удерживая ее до конца. Но это несет в себе и опасность того, что слишком высокая ставка может привести вас к невозможности пережить страшные моменты, которые в биткоине произойдут. В какой-то момент внутри четырехлетнего цикла. Я знаю, что это происходит в каждом цикле, и, возможно, даже в каждом году в истории биткоина, когда мы с вами наблюдали эти огромные 40-50% спады. Среднее — это около 30%. Но есть внезапные и резкие события, даже в уверенно бычьей ситуации для биткоина, когда цена падала на 40-50%. И если размер вашей позиции не является достаточно адекватной, чтобы пережить такие крупные падения, то все закончится серьезными потерями для вас, когда вы продадите в очень неправильное время. Затем обязательно наступит момент FOMO, когда вы снова вступите в рынок и купите снова в очень неправильное время. Таким образом, продавая в неправильное время и покупая в неправильное время. Таким образом, к данному моменту вы уже должны понимать, просматривая мои видео за последние 4-5 лет, что в данной стратегии не так уж и много действий. На самом деле, основное действие состоит из двух частей. Войти и выйти в правильное время. в как можно лучшее время, зайти как можно раньше в четырехлетнем цикле и попытаться выйти как можно ближе к вершине. Второй же компонент данной стратегии — это сидеть спокойно и смотреть на картину с точки зрения долгосрочной стратегии, игнорируя все эти сообщения в социальных медиа, когда люди делали целое состояние с помощью плеча, зарабатывая на фьючерсах в сделках с 20, 50 и 100 кратным плечом, понимая, что это игры для профессионалов. Но даже те люди, о которых вы слышите онлайн, и о которых вы думаете, что они зарабатывают, я вам могу сказать, большинство из них не зарабатывают. Так что если вы не являетесь профессиональным трейдером, который знает, что делают, и к которым большинство из вас не относится, то для вас лучшая стратегия, на мой взгляд, будет являться удерживанием данных позиций и сосредоточением на чем-то еще, например, на обеспечении роста заработка, на большем изучении непосредственно самой технологии и увеличении вашей вовлеченности, например, запуском собственной ноды, изучением вопроса повышения самостоятельной кастидиальности и помогая, неся знания в массы. Первостепенное — это удерживание данной позиции. И это является самым важным. Итак, наше дальнейшее возможное движение отсюда является левосторонним или правосторонним циклом. И должен сказать, что последние три месяца это движение в боковике, это консолидация, а также образование страха, возможного приближения спуска вниз, действительно начинает формировать вид леворазвернутого цикла. Этот прямоугольник показывает вершину цикла между 12 и 18 месяцами, что находится прямо в зоне вершины левостороннего цикла. А движение к историческому максимуму для левостороннего цикла становится все менее вероятным по мере все дольшего нахождения в этом диапазоне под 30 тысячами. Крутизна движения в направлении вершины становится неосуществимой, несмотря на то, что у нас были в истории движения рынка в похожей манере. Например, если мы с вами посмотрим на период времени вот здесь с октября 2020 до этой вершины, то увидим, что здесь нам нужно сделать что-то похожее от этой точки для образования взрывного движения к вершине левостороннего цикла. Но я думаю, с учетом того, как сейчас ведет себя рынок, это невозможно. А рынок, скорее всего, пойдет еще несколько месяцев в боковике. Я думаю, что единственная история, которая может сформировать движение рынка вверх для получения безумного левостороннего цикла, может быть одобрение, этот сюрприз одобрения ETF для биткоина. Если это произойдет, я думаю, что рынок взлетит и вернется, и, вероятно, сформирует ранний забег к вершине четырехлетнего цикла. И я думаю, это могут быть хорошие новости. Я думаю, нам не обязательно хотеть видеть движение левостороннего цикла и образование преждевременной вершины. Хотя я думаю, людям эта идея нравится. Этот крупный исторический максимум, я думаю, в первом квартале следующего года. Но я думаю, что это станет очень сложным для позиций. Ведь у нас есть эта долгая история четырехлетних циклов с образованием вершин значительно позже Халвинга. А в сценарии левостороннего цикла вершина будет прямо в периоде Халвинга, что идет вразрез поведению с предыдущими циклами. А это будет значить то, что если вы объедините уровень безумия, уровень бычьего настроя, находящегося в это время вокруг рынка биткоина, формирующие уверенный исторический максимум рядом или перед Халвингом, то я думаю, создаст такие ожидания, что даже мы, будучи дисциплинированными и сосредоточенными на долгосрочном взгляде, окажемся в трудном положении взять и закрыть позиции выйти из рынка так рано внутри четырехлетнего цикла. Это будет сложно. В итоге мы окажемся в ситуации, когда образуется вот здесь вершина, мы начнем движение ниже, а мы не будем знать, достиг ли рынок вершины в этом четырехлетнем цикле. В итоге, вероятно, мы будем удерживать позиции. Попросту в это не веря. Мы будем ожидать продолжения этого движения выше до очень больших значений, и ситуация будет очень сложная. И меня радует тот момент, что требуется время на подтверждение движения со дна четырехлетнего цикла, что сейчас и происходит. А также я готов к тому, что на недельном таймфрейме возможно движение еще ниже в направлении движения к концу этого года. Надеюсь, мы пойдем не так сильно вниз, но на самом деле это не важно. А все потому, что я сосредоточен на данной стратегии и этой позиции, и то, что произойдет за эти три года. Но даже с учетом того, что вероятность образования левостороннего цикла начинает уменьшаться, а правосторонний цикл с периодом трехлетнего роста и периодом падения в один год, который мы наблюдали с вами в прошлом, становится все более вероятным. И таким образом я продолжаю придерживаться фокуса в долгосрочной стратегии. Я достаточно терпелив, чтобы понять, что получу свои прибыли, если предыдущие циклы происходили с очень похожим развитием. Поэтому я должен оставаться приверженным этому подходу, чтобы получить эти прибыли. Даже с учетом того, что большая вероятность образования встречных ветров в следующие 2-3 месяца, а в самом худшем сценарии, даже есть вероятность опуститься ниже 20 тысяч. Очевидно, я хочу сказать, что это не является моим предсказанием. Я не могу сказать о краткосрочных движениях для биткоина вот в этой зоне, а наоборот сосредоточен на этом большом квадрате, который представляет исторический рост рынка за трехлетний период до вершины цикла и началу циклического спада в рамках медвежьего рынка. Это самый вероятный исход, основанный на истории, а также характеристики цикла для данного класса активов. Так что пока я не увижу доказательств другого, я сохраняю такую позицию, ожидая терпеливо как можно дольше. Я также буду использовать определенные ситуации, когда я не буду добавлять официально в модель своего портфеля, который мы публикуем на сайте. Я буду их использовать персонально для себя. Эти возможности по мере их появления, когда будут образовываться моменты экстремального страха и экстремальных капитуляций в любом моменте времени, для того, чтобы не бежать от биткоина, а для того, чтобы входить в биткоин и покупать еще больше биткоинов. Конечно же, все нужно делать с разумными количествами, сохраняя общие открытые позиции в рамках здравого смысла, чтобы не наступала паника, если цена в будущем пойдет еще ниже. И если поговорить о краткосрочной перспективе, что не относится к данной стратегии, но если мы вернемся к недельному графику и посмотрим на эти вершины на уровне 31 тысячи, то это делает цену, устоявшейся в данном диапазоне, которая в настоящий момент двигалась примерно от 25 тысяч до 31. Конечно, может произойти и резкие движения в боковике в направлении к концу года, когда будет завершаться следующий недельный цикл, формируя низ к этому времени, что станет очень бычьим сигналом. Любые движения вверх в направлении 20-23 тысяч, на мой взгляд, построят очень большую вероятность быстрых движений вверх, а также создавая базу для очень значительного резкого движения в направлении к 40 тысячам. Повторюсь, это не является причиной корректировки ваших позиций, а лишь для того, чтобы вы осознали ожидание наиболее вероятного движения в краткосроке вниз, так как биткоин может удивлять. Поэтому, если вы доберетесь до этого диапазона, то можете оказаться в тяжелой ситуации, если здесь вы продадите у уровня поддержки, так как если мы вернемся обратно и пробьемся выше, вы можете оказаться заложником необходимости снова покупать. И это будет очень сложно, так как покупать, продав на 10-20% ниже, станет очень тяжелой для вас задачей, так как, глядя на историю биткоина, на его исторические движения, которые он делал, то понимаете, что он может легко взять и подняться до 40 тысяч. Так что лучший подход — это игнорирование страха, обуздание страха путем добавления в ваш портфель. Если эта возможность вам позволяет сделать ваша стратегия, в противном же случае ведите себя как вода с точки зрения того, что мы не можем с вами контролировать краткосрочную ситуацию, и нам не нужно это делать, опускаться до этого, а нужно лишь сохранять ваши позиции. Ну а где же бычка? А я настроен по быче, несмотря на предыдущие три пункта, которые мы с вами прошли. Я смотрю на ситуацию по быче, потому что блоки продолжают появляться. Появляются в среднем каждые 10 минут. В рынок заходят майнеры, вкладывая огромные деньги в свой капитал. Хешрейт также продолжает свой рост. Распространение технологии, транзакции, объемы — все выглядит движущимся в правильном направлении. Конечно же, используем ли мы биткоин для покупки кофе? В Старбаксе осуществляем ли мы микроплатежи? Нет. Я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что основной способ использования биткоина заключается в представлении цифрового золота, самостоятельный, независимый класс активов, предъявительский класс активов. Я думаю, это замечательно. Я думаю, что замечательное место для такого актива в современном цифровом мире. В этом и есть его ценность. И сейчас капитализация рынка все еще выглядит очень ранней, даже с учетом текущей номинальной цены в 25 тысяч долларов. Для каждого биткоина, который выглядит замечательной, она выглядит огромной. Но с точки зрения капитализации рынка, в сравнении с другими классами активов, или даже в сравнении с компаниями, находящимися в списке S&P 500, стадия все еще очень ранее. Переди все еще много возможностей и ростов перед тем, как вся эта история о биткоине, как цифровом золоте, достигнет возможного предела, что в данном свете, на мой взгляд, не имеет предела. Конечно же, то, как биткоин будет выглядеть в будущем, вероятно, поменяется и эволюционирует. А мы, конечно же, не сможем понять и увидеть его развитие на будущие 10 лет. Но пока буквально радуюсь тому, что за 15 лет люди по-прежнему продолжают называть его скамом. Но он продолжает идти вперед, цикл за циклом, при этом привлекая значительное количество капитала, а также и интерес традиционных финансов. Если вы посмотрите на истории CNBC, на их дискуссии, они больше не смеются над своими гостями, рассказывающими о биткоине. Теперь они рады им, говорят о нем в позитивном свете, говорят о нем, как о том, что здесь останется навсегда. И это очень меня радует. Я рад тому, что в долгосрочной точке зрения ситуация по биткоину не поменялась. Глядя на его 15-летнюю историю, я вижу, как он растет, и это дает мне ощущение, что он продолжит двигаться четырехлетними циклами и стратегии халвинга. Простите, истории о халвинге, которая всплывает на горизонте и которая произойдет в следующем году. И даже с учетом того, и я говорил об этом, что, на мой взгляд, ему присуща динамика более техническая, и это относится больше к объему средств. В итоге, она имеет влияние больше на культурный, а также результат настроения, уже который помогает двигать цену выше. Но что здесь более важно, биткоин по-прежнему выше нижних уровней на 40-50% в мире, где процентные ставки взлетели очень резко, при этом мы прошли период в 2022 году значительного количества крупных скамов, незаконного вывода средств, а также оказавшегося в ловушке и потерянного капитала. И это было отвратительно. Это было на самом деле отвратительно. И пройдя через это, у биткоина все еще получается быть в плюсе на более чем 40% от декабрьских низов. И эта ситуация с точки зрения ФРС, а также с точки зрения макроситуации, я думаю, означает прохождение через основную часть цикла поднимающихся процентных ставок. Я думаю, что мы очень близко находимся к точке, когда, по крайней мере, станет ясно, когда рост процентных ставок достигнет терминальной стадии. Я думаю, мы уже очень близко к этому. И я уже вижу ситуацию, когда экономика замедляется, как и ожидает ФРС, и как только инфляция снова вернется под контроль ФРС, и тогда мы с вами будем ожидать окружающую среду, в которой процентная ставка начнет сокращаться, что станет очень бычьим сигналом для биткоина. Но, кроме того, вся эта история о биткоин-ИТФ значительно укрепляется. Я думаю, что шансы вовлечения традиционных игроков гораздо более вероятны, нежели что-то вдруг возьмет и поменяется. И когда одна из этих заявок на ИТФ будет одобрена, как только она будет одобрена, то будут одобрены и все остальные. И хотя я не являюсь фанатом ИТФ, и об этом очень открыто и ясно говорил, я являюсь приверженником биткоина, поэтому для меня ИТФ не является чем-то хорошим. Это значит, что данные ИТФ будут токенизированы, точнее, простите, это будет деривативом, это будет версия на бумаге, представляющая биткоины, которыми владеют люди. При этом непосредственно сам биткоин будет заблокирован в кошельках некоторых институционалов, вместо которых будут распространяться акции и доли в этих биткоинах. И это, на мой взгляд, не является тем, чем изначально был задуман биткоин. Ведь его суть в том, чтобы распространяться непосредственно от человека к человеку, а не быть заблокированным некоторыми ключевыми игроками, в которых вы можете купить лишь бумажную версию представления этого биткоина. Но помимо этого, это мой небольшой спич на эту тему, как приверженника биткоина. Но с точки зрения цены, что также, на мой взгляд, к сожалению, является самым главным для большинства людей. То есть, с точки зрения цены, это будет очень бычим сигналом. Никаких сомнений, что эти ETF-игроки находятся в поиске новых продуктов для рынка, чего-то нового, чего-то свежего. И сейчас биткоин за эти 15 лет значительно устаканился. При этом люди перестали говорить так много, как ранее, о том, что это скам. Поэтому я действительно вижу ситуации, когда менеджеры и управляющие портфелями начинают навязывать эти истории о том, что по крайней мере 5% вашего портфеля должны быть в вашем кошельке, представленное биткоином, что становится новым способом рекламирования совершенно нового продукта, который отличается от всех остальных. И это определенно начнет привлекать значительный приток капитала в биткоин, и что будет означать необходимость покупать соответствующий биткоин для них в соотношении один к одному с ETF, что должно повлиять на рост рынка вверх. И как только рынок начнет двигаться выше, внутри 4-летнего цикла, на стадии роста, что, конечно же, станет сильно воодушевляющим фактором, что, конечно же, начнет сильнее и сильнее развивать это пьянящее безумие, и далее вы знаете, что произойдет с рынком. Он будет бежать, бежать и бежать, пока дальше бежать будет некуда. После этого образуется разворот, а нашей задачей будет как можно более качественное повторение процесса. И как в любом процессе, длящемся 3 вверх и год вниз, в дальнейшем эта структура может поменяться. Но сейчас это не важно. Наша задача сейчас заключается в покупке по лучшей цене, а продаже как можно выше. Вот и все. Нам нужно избегать шума, нам нужно оставаться терпеливыми, нам нужно осознать, что биткоин никуда не денется. Я думаю, он сейчас выглядит сильным, как никогда. И я думаю, что он по-прежнему очень недорогой. Я думаю, его будущее выглядит очень ярким. При этом мы не так далеко ушли от низов. Поэтому для вас еще остается возможность накопления. Далее вам следует его держать и смотреть, куда нас выведет этот путь. Поэтому в завершение этого рассказа я думаю, может быть, я использую это слово, потому что я не уверен, я не знаю и не хочу знать. С точки зрения долгосрочного ожидания у нас может быть еще период страх, еще больший страх, который мы видели. Это будет проверка для людей. И то, как вы отреагируете, будет тестом в этом цикле. Но я думаю, что 2024 год будет годом, в котором мы сделаем хороший прогресс на пути к историческому максимуму, а также подготовки к следующему году для наступления этого взрывного движения вверх, который образовывался во всех предыдущих циклах, что мы видели в истории. Поэтому еще раз спасибо за то, что вы с нами. С вами был Боб Лукас на Третьей Станции и желаю вам великолепного сентября. Увидимся в следующем видео, которое, вероятно, выйдет ближе к концу октября, а может и начало ноября. Всем удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok